Привет, друзья! С вами автор книги ответов. И сегодня я хочу уточнить несколько важных понятий, поскольку некоторые так называемые специалисты часто путают эти понятия между собой. Речь пойдет о разнице между бессознательным и подсознанием, умом и разумом, осознанностью и сознательностью. И что меня больше всего задевает? Если бы эти понятия просто путали, это было бы одно, но некоторые из ораторов позволяют себе говорить, что путать эти понятия абсолютно нормально и не критично. Чем, собственно, вводят вас, мои дорогие, в заблуждение. В целом, мне, конечно, понятно, почему происходит эта путаница, ведь даже наука до сих пор не определилась в отношении этих понятий. Поэтому информация о них полна домыслов и догадок. Но, слава богу, вашему покорному слуге эта информация известна, поэтому я внесу немного ясности. Что же это за понятия? Для кого-то, может быть, и действительно это не критично путать эти различные понятия, но необходимо учитывать то, что неверное понимание основ ведет к неверному пониманию механики происходящих процессов, что, в свою очередь, приводит к неверным выводам и формирует неверные концепции. Итак, начнем с бессознательного и подсознания. Постарайтесь запомнить, что подсознание – это часть сознания, а бессознательное не имеет никакого отношения к сознанию. Технически подсознание – это ваши сознательные представления, которые укоренились в вашем сознании настолько, что, в общем-то, превратились в устойчивые подсознательные программы. Например, вы долго убеждали себя в том, что Кока-Кола лучше, чем Пепси, и, наконец, убедили. Ура, поздравляю, это стало подсознательной программой. Теперь, заходя в магазин, вы не думаете над тем, что выбрать. Вы просто выбираете колу, и все. Это работа подсознательных программ. Бессознательное же – это совсем другое. Это природная автономная система управления. Которая контролирует всю физиологическую работу вашего тела. То есть, то, о чем вы даже не задумываетесь. Гормональный фон, нейрогенез, генетику. Работу всех органов. Гомеостаз, нервную систему, кровеносную систему, лимфатическую систему, пищеварение и так далее. То есть, также бессознательно контролируют моторные функции нашего тела. Например, когда ваша рука в магазине тянется к Кока-Коле, она делает это под управлением бессознательного. При этом, в данном конкретном случае, подсознание также участвует в этом процессе. Но подобное происходит не всегда. Автономность бессознательного предполагает полную автономию как от сознания, так и от подсознания. Поскольку второе является частью первого, как я ранее сказал. Надеюсь, это понятно. Теперь ум и разум. И здесь сходства гораздо больше. Но сразу хочу обратить ваше внимание на то, что ум – это все-таки не разум. Ум – это только зародыш разума. Разум расшифровывается как развитый ум. Раз-ум. Между умом и разумом – пропасть, потому что у них разные приоритеты. Приоритетом ума является выживание. Ум является сознательной системой анализа, которая предназначена для оценки реальности на предмет выживания. Поэтому те люди, которые живут умом, всегда настороже. И как будто бы ждут подвоха от жизни. Разум же является системой познания. То есть, приоритетом разума является не оценка реальности на предмет выживания, а познание реальности. То есть, разница в приоритетах, она само собой делает свое дело. Ум фактически не развивается. Это директивная программа из 3D реальности. Он просто делает свое дело. Познание же постоянно развивает разум. И в этом ключевое отличие между этими двумя понятиями – умом и разумом. Поэтому путать ум с разумом, в общем-то, не очень разумно. Так обычно поступает ум. Познание разума осуществляется через опыт. При этом творчество является необходимой частью этого познания. Так как для получения опыта необходимо его создание. Когда разум созидает, он становится разумностью. В этом суть мироздания. Например, с помощью своей разумности Бог создает этот мир, чтобы познавать его своим разумом. Разум, как и ум, связан с системой сознания, которая отвечает за определение объектов действительности и их восприятия. Реальность в том виде, в котором мы ее воспринимаем, существует только благодаря сознанию. Но сознание эту реальность не создает, а лишь определяет. То есть, воспринимает. Благодаря сознанию вы воспринимаете себя и другие объекты пространства такими, какие они есть. Теперь про сознательность, которую многие путают с осознанностью. И беда, в общем-то, в том, что в этих понятиях путаются даже авторитетные духовные лидеры. Например, автор системы Human Design Рао Руху, размышляя об открытых центрах Бодиграфа, говорил, «Всякая открытость имеет потенциал великой мудрости, но эта мудрость придет только если вы привнесете в открытый центр свою осознанность». Очевидно, что он не понимал сути понятия осознанность. И так же, как и другие, путал ее с понятием сознательность. Все дело в том, что человек по своей воле не может стать осознанным. То есть, он не может никуда привнести свою осознанность. Осознанность создает не человек. Она приходит от души и обычно воспринимается человеком как глубокое озарение. Это чувство невозможно взять и самостоятельно сгенерировать по собственной воле. Потому что оно является следствием пройденного и усвоенного душой опыта. Без этого человек самостоятельно никогда ничего не осознает. Потому что человек осознает что-то только если это что-то осознает душа. В остальных же случаях ничего не помогает. Вы наверняка сталкивались с людьми, которым, как ни объясняя, все равно ничего не понимают. Потому что их душа еще не вышла на необходимый уровень осознанности. Либо то, о чем вы говорите, их душе просто неинтересно. Так как их душа пришла за совершенно другим опытом. Приход осознанности сигнализирует нам о том, что завершен очередной этап познания жизни. То есть, часть опыта пройдена и усвоена душой. А значит, эта тема закрыта и можно переходить к следующей. К слову, душа является познающим разумом. Осознанность это глубокое, чувственное понимание определенного эпизода жизни или опыта. Осознанность соединяет все элементы действительности, а также мысли, эмоции, чувства. И выводит человека на глубокое понимание причин происходящего. Когда вы сознательно присутствуете в моменте здесь и сейчас. То есть, понимаете происходящее. Это не осознанность, это сознательность. Хотя, как раз это и называют осознанностью. Но я надеюсь, что теперь путаницы поубавятся. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на YouTube канал. Подписывайтесь на Telegram канал. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok